Всем здарова, народ! С вами снова я, Мэдрик, и что ж, мы продолжаем карьеру за Реал Мадрид. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу напомнить вам, ребята, что совсем скоро стартуют Еврокубки, а в Еврокубках принимают участие российские клубы. И я совместно с Париматч призываю вас поддержать российские клубы, тем более, что Париматч дает хорошие коэффициенты на эти матчи, на матчи российских команд. А главное, бонус 1000 рублей на первый депозит. Переходи по ссылочке в описании, ставь и выигрывай. Ну а мы продолжаем. Да, прошлую серию вы восприняли неплохо, и мы продолжаем. Напоминаю вам, ребята, как только мы соберем полторы тысячи лайков, выйдет новая серия. И сейчас же я займусь тем, что просто буду преображать состав. Мне нужно разобраться с запасными. Сосиньон, кстати, имеет рейтинг 75. Многие о нем отзывались в комментариях плохо, типа, нафига ты его взял? Также многие отзывались в комментариях плохо о Тональле. Но я верю, что из этого парня вырастет хороший диспетчер. Да и не только диспетчер, вырастет великолепный игрок. Также у нас наконец-то, наконец-то может быть введен состав Куртова. На замене будет сидеть Лунин. Так, что ж, очень все плохо с Куантрау, Майоралем и Делихтом. Их обязательно нужно будет во второй половине в одном из матчей выпустить, чтобы они набрали хоть какую-то форму. Ну и в этой серии мы обязательно посмотрим на Маркуса Решварда, который даже находясь в запасе, качается. Что ж, неплохая связочка может получиться между Азаром, Решвардом и Бейлом в следующем матче. А следующий матч у нас против Атлетик Бильбао. Этот матч мы обязательно сейчас же сыграем. Приступаем к встрече и, ребята, пожелайте нам удачи. Что ж, вперед, вперед выходить на поле. Четвертый тур Ла Лиги. Атлетик Бильбао, Реал Мадрид. И вот так вот выглядит таблица. Да, все очень плохо, что у нас, что Атлетик Бильбао. Именно поэтому я каждую матчу сам играю. И вот, создав Атлетик Бильбао на ваших экранах. В воротах у них Эрилен. В защите здесь только Демаркоса можно отметить. В полу защите это Дзагоев и Гарсия. Да, Дзагоев играет теперь в Атлетик Бильбао. В атаке здесь Сусаэта и Адуриц. Ну а наш состав все уже видели. Приступаем к встрече. Сегодня будет очень тяжелая встреча. Играем в гостях. И пожелайте нам удачи. Великолепная передача может получиться на Маркуса Решворда. Буквально на первых же минутах мы можем неплохой такой вот выход организовать. Но, к сожалению, не получается. Так, ну Марселло после последнего нашего разговора играет хорошо. Меня он радует. И он молодец. Он реабилитировался. Так, хорошая передача на Эденазара. Эденазар в центр пытался отдать. Потому что там набегал у нас Иска. И в итоге вратарь отлетик Бильбао ничего не успел сделать. Ну и сейчас подача Модрича. Модрич подает Сергей Ромас через себя и выше ворот. Ой-ой-ой. Опасный момент. Кстати, как многие правильно заметили, баг с тем, что Александр Головин находится в Оловесе, исправили. Он не находится в Оловесе. Действительно все хорошо в этом плане. И, наконец-то, находится в Монако. Подача. Удар было. Ножницами пробивал Гаррид Бэйл. Но если бы забил, какой красивый мяч бы сейчас залетел. Сусайета. Подача. И как сейчас ошибся Варан. И мы пропустили вот такой вот мяч. Ошибка Варана. Просто чистая ошибка Варана. У меня нет слов. Посмотрите на этот момент. Рамос побежал за игроком. И, да, Варан. Варан не дотянулся до мяча. И в итоге счет. Топло. 1-0. Подача. Снова ошибается Варан. Ой, блин. Этот парень сегодня мне вытрепает по ходу нервы. Нужно будет убирать его, если что. И сейчас бы дотянуться до этого мяча. Дотягивается и до назад. И огромная свободная зона остается у этого парня. И читая лось передачи. Надо было действовать. Ба, изобретательный, что ли. Ну и опять ошибка. Да что это? И тут ошибка. Ошибка за ошибкой. Мать вашу. Смотрим еще раз на этот момент. Очень острый угол был. И еще и Куртуа в ближний пропустил. Очень плохо. Очень плохо. У меня нет слов. Две ошибки. Рамоса и Варана привели к такому вот исходу. Исходу. Так. Варана мы точно заменяем. У него не идет игра. Насчет остальных пока подумаем. Ну и конечно поменяем мы сейчас тактику. И схему. Будем играть в постоянном прессингом. Атакующий стиль у нас будет забалансированный. Чтобы были забегания того же Решфорда. Ну и пока ладно. Схему оставим ту же. И вперед-вперед играть. Я думаю что Решфорда сейчас найдет свой момент. Пока у Решфорда даже момента то не было. Он чисто прессинговал. Неплохо. Иска. Очень плохо у Иска. Обработка мяча. Но сейчас зато получилось перехватить. Мяч просто не уходит у Иска. Мне не нравится как играет Иска. Передача вообще в молоко. Так. Выйдет Асенсио. И сейчас мы кое-что еще сделаем. Сейчас я попробую сделать небольшую рокировочку. Асенсио будет у нас не помогать защите. Будет оставаться впереди. Казимира будет у нас частенько оставаться сзади при атаке. И самое важное что нужно сделать сейчас. Это чтобы Решфорд забегал. Забегал. Обязательно забегал. Отличная передача на Иска. Иска. Подача. Удар головой. И в штанге. Точнее перекладину спасает ворота от этих Бильбао. Смотреть. На фланг. Эдэ Назар. Отсюда пробивает удар штанга. И добивание Решфорда. Это... Нет, это офсайд. Нет, это гол. Это гол. Это гол. Ребят. Я думал, что это офсайд. И что счет на табло не загорался ни в какую. И сейчас в итоге. Видите все сами. 2-1. Посмотрите на этот момент еще раз. Удар Азара и добивание Решфорда. Да, нам опять не повезло. Опять мы попали в штангу. Но тут как тут. Решфорд. 2-1. Бэл. Отличная передача. Асенсио с мячом. Асенсио на фланг. И Решфорд один. Ух, ахуй сейф. Посмотрите на этот сейф. Да. Ребят, ну игра поживее стала смотреться. Модрич. На фланг скидывает. Гаррет Бэйл не смог. Не смог побороться. Я хотел скинуть центр. Опа. Асенсио перехватил. И вот сейчас Решфорд. Тонко. Азар. Ух. Не было пенальти. Не знаю, не знаю. Очень тяжелый момент для судьи. Но судья, говоришь, что не было. Ну ладно. Азар перехватил мяч. И опять Азар. И да, Назар по флангу. Ложный замах убрал игрока. Подача. Кто-нибудь ударит. Нет, нет. Плохой удар Решфорда. Но Решфорд очень неплохо смотрится. Вот раскрылся парень, когда поставил забегать за защитников. Марселло скидывает на Азар. Азар развернул, как игрока. И да, Назар пробивает. И какое сейвище. Просто потрясающе. Потрясающе стали играть. Сейчас бы просто найти свой момент. Асенсио. Какой болт. 2-2. 2-2. Это Марко Асенсио. Кто скажет, что он хуже Иска играет? Да никто. Посмотрите на этот момент. Потрясающе. Потрясающе остался тут Иска Асенсио. И как он пробил. Да, Марко Асенсио великолепным ударом в 9. Просто положил этот мяч как рукой. Все. 2-2. И теперь будем еще выйти вперед. У нас есть на это время, но не так много, как хотелось бы. Но не пропустить тоже важно, ребят. Удар. И хорошо играет Куртуа. Отличная передача на Решварда. Решвард с мячом. Догоняют Решварда. И он не упускает мяч. Там нарушение еще и правил было, да. Загойов у них уходит. Ну что ж. 91-я минута. Этот момент нужно забить. Азар. Будет пробивать. Азар бьет. Удар и гол. 91-я минута. Иден Азар делает счет 3-2. Нифига себе. Вот это встреча. Вот это удар Эден Азара. И какой гол. Да. Месси бы позавидовал этому удару. Но посмотрите. Эден Азар. Какую плюшечку положил. Что ж. 3-2. Вот это выдали парни. Вот это выдали парню концовку. Потрясающая встреча. Потрясающая встреча. У меня нет слов. Одни эмоции. Ну и ребят. Лучшим игроком встречи. Признан Эден Азар. Забил он свой мяч. Великолепно действовал. И конечно же. Конечно же. Даже отдал голевой пас. Ох. Это было круто. Это было круто парни. Да. Ну. Первую половину мы просрали. Извиняюсь за выражение. О. Презентация Лиги Чемпионов. Но это мне придется наверное вырезать. Чтобы не забанили. The Champions. Ту-ту-ту-ту-ту. Пришлось озвучить чуть-чуть. Так. Лига Чемпионов. Да. Росли бы до этого этапа. И менюшечка изменилась. Все изменилось. И это круто. Еще бы она и вот тут изменилась. В тренировках. Было бы еще лучше. Так. Лига Чемпионов. Игра против Галтасарая. Впереди. И обязательно ребят нужно подготовиться к этой игре. Так. Обновленный отсчет. Здесь я не знаю даже кого брать. Я пока не вижу перспектив. Но просто возьмем. Посмотрим. Может кто-то из них в итоге станет лучше всех. Так. Ну а остальных просто отказываем. Это не является еще пока просмотром игроков. Это просто ребята. Мы еще не подписываем игроков. Это просто ребят просмотр. На просмотр приглашаем также вот этого русского игрока. Так. Отказываемся. Чекнов. Миронов. Тоже минус. Его же на просмотр-то в итоге позвать. Никого походу. Туда один-единственный русский на просмотр пошел. Так. Ха. Казимира. Говорит спасибо. Но и впереди матч с Галтасараем. Парни устали. Парни устали. И вместо наверное... Деназара. Нет. Давайте вместо Гарета Бейла выйдет Джуниор. На правый фланг. Ну просто так. Потому что Азар устал. И ЛЗшник у нас вместо Марсела выйдет у нас Эрнандес. Не зря же купили его. Также Делихт выйдет с первых минут. Мне не понравился Варан в прошлой встрече. Так. Ну и Навас наверное вместо... Нет. Навас пускай в резерве пока побудет. Ну и все пожалуй. Ну и Карвахаль наверное все-таки заменим. Тоже устал парень. Больше всех устал конечно Модрич. Но я не знаю кем его заменить. У меня пока подрастает поколение. Есть Сибалиас. Есть подрастающие Тональли. И не знаю. Не знаю. Пускай пока так все остается. Вперед играть против Галтасарая. Матч выйдет тяжелым и интересным. Лига чемпионов как-никак. Приступаем. Приступаем к встрече. Что ж. Легендарный. Пять минут. Облачно. Вперед выходить на поле. Лига чемпионов Галтасарая Реал Мадрид. Гимн Лиги чемпионов я вам ребята не буду показывать. Потому что это все-таки авторские права. Состав нам так не показали Галтасарая. Я удивлен мягко говоря. Ну ладно. Приступаем к встрече. Первый матч в Лиге чемпионов. Мы должны обязательно сегодня одержать победу. Галтасарая это все-таки не Барселона. И посмотрите что делает Иска. Ушел на скорость и... Ииии. Как играет Решморт. Если бы сейчас забью. Иска отсюда пробивает. Удар. Гол. Что? Вторая минута. Это счет 1-0. Это Иска. Он показывает нам ребят. Что готов играть ради вас. И ради нас. Короче он красавчик. И Асенсио со своим голом конечно. Посмотрите на этот удар. Да. Иска составил конкуренцию Асенсио. Блин. Два игрока. Два игрока. И я не знаю кого ставить. В итоге нас три ползащиты. Да. Вот так вот я выразился. На самом деле не знаю кого ставить на ЦАП. Если русским языком говорить. Но 1-0. Это хороший счет для нас. Это великолепный счет. Потому что мы начали очень и очень неплохо. Рэшвард. Хорошая передача на Иска. Иска убрал игрока. И отлично отдал. И гол. 2-0. Эти парни сегодня просто показывают что тут невообразимое. Начало очень резвое. Очень бодрое. Это лига чемпионов. Да. И празднуют кстати за полем. Не видел такого еще празднования. Но посмотрите как классно сыграл Иска. Просто потрясающе. И Модрич пробил в ближний угол. И счет на табло 2-0. Не ожидал такого если честно. Что мы так врезво начнем. Подача. Куртуа. Хорошо. И тут конечно нарушение правил. Желтую надо взять Гомишу. Что это было то блин? Казимира. Какого черта ты сделал такую передачу? Так. И счет на табло 2-1. Ошибка Казимира. Не ту сторону. И Иска бьет. И какой удар. Майкон помешал. Помешал потрясающему удару. Ай-яй-яй. Если бы сейчас не Майкон. Но ничего. Есть еще момент. Есть шанс. Есть еще ребята возможность. Забить. И Решфорд хорошо играет. Ай-яй-яй. На готовом все-таки забрал. Забрал няч. Ну и первая половина. Закончена. Счет на табло 2-1. И состав конечно интересно играет. Я не знаю что делать дальше. Сейчас попробуем кое-что новенькое. Попробуем постоянный прессинг. И не владением мячем сбалансировано. Опять поставить. Может быть что-то интересное из этого выйдет. Пока замены делать не будем. В них пока нет надобности. Из-за одной грубой ошибки Казимира мы пропустили тот мяч. И вот еще один момент. Но Делик тут уже сыграл хорошо. Решфорд может отдать и передачу. Но не туда куда я хочу. Не туда не дает передачу на самом деле. Не туда. Кузяев. И опять ошибка. Да что это блин парни. Цирк. Да и только. Смотрите еще раз на этот момент. Я нажал кнопку паса. Паса ближнему игроку. Я вниз указал. Хрен ли ты отдаешь мяч на игрока прям. В него пробиваешь. Кузяев с мячом. Плохая передача. И Кузяев на фланг. Хорошо играет. Восемидесятая минута. Счет по прежнему 2-2. Очень плохо играем. И нужно что-то менять на самом деле. Но вот что пока непонятно. Но и сейчас. Хорошо играет Рамас. Наготома. В центр. Отлично играет Эрнандес. И Решфорд. Хорошо. И здесь вот выход может быть 1 на 1. В исполнении Казимира. Казимира с мячом. Казимира. В центр. Зачем ты это сделал? Винить его с мячом. Центр отдает. И вот момент может быть. У Решфорда. Решфорд пробивай. Выше. Выше. Не. Меня чуть-таки задел. Кого-то в игроку. Подача. Удар головой. И мимо. Ну все. Встреча закончена. Счет на табло 2-2. Ужаснейшим образом сыграли. И начало было бодрое. Потом все улетело куда-то. Да. Тут Марко Асенсио задачен. И я не знаю что с ним делать. И он просто не хочет выходить на следующую игру. Остаться хочет в составе. На следующую игру. И. Именно в запасе. То есть он не выйдет до тех пор пока. Ему не покажут что он игрок основного состава. Да. Игроки показывают свой характер. Но мы тем не менее заканчиваем эту серию. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. 1350 лайков. Будет новая серия. 2000 лайков. И 3 матча в выпуске. В общем все понятно. И все ясно. В общем всем удачи. И пока-пока-пока. Увидимся уже в следующих сериях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok